Пора немного продвинуться по основному сюжету и отправиться на агропром. Костюма с маской у меня нет, но отпор военным дать меченый вполне сможет. Если вы тут впервые, то сначала ознакомьтесь с остальными сериями, плейлист будет в описании. Ну а я по традиции желаю приятного аппетита всем, кто ест, пьет, а также приятного просмотра. А куда идти? Как сказал бы кто-то из монолитовцев в группе Бродяги. Мне подсказали то, что на кордоне есть два артефакта, которые спавнятся 100% еще с начала игры, точнее три. Один из них я подобрал, он в тоннеле был. Второй находится то ли за фермой, то ли еще где-то, а третий находится около грузовика смерти. Мы за ним исходим обязательно. Ну и по сути-то по квестам что? Вот что у меня есть по квестам сейчас? Медуза сразу пропадает, помочь рыжему нужно, но на агропроме. И помочь лису с аптечками, но он как бы здесь, да, но аптечек у меня нема. Плюс у меня еще до сих пор остался груз в виде канистры с топливом. Ее по-хорошему бы слить в деревню. Так, давай проверим. Опять я дропну рюкзак. Давай проверим наши разгрузки и так далее. Готовы ли мы к очередной вылазке, ну а там уже будем влазить собственно, да? Так, патроны распределяем, потому что они у меня частично не распределены. Вот, нормально, доктор сидит, оплакивает погибшего лиса, хотя на самом деле он спит. Так, еще раз сохранимся. А, нет, уже не сохранимся, ну ладно. Костер затух, потому что дождь. Давно, кстати, дождя не было, либо я просто не замечал. Итак, ну что, пойдем искать артефакты. Тут какой-то сталкер, он уж воевал с кабанами жестко, теперь стоит, перебинтовывается. I radiation, I radiation, я у тебя стырю, стырю, да-да-да. Всякое, тебе же оно не нужно? Я уверен, что не нужно. Блин, радиация не ешь, радиация не ешь, кабаны тоже не ешьте. Так, отлично, отлично, быстро, быстро. Антирад, а у нас есть антирады? Нету. Твою мать, кажется, это смерть. Ну, давай тогда водку, а что еще делать? А, еще и здоровье желтое, зашибись. Ну, сейчас еще и аптечку будем вязать. Ой, да, короче, давай загрузимся, потому что что-то как-то неудачное начало. Не будем лутать этих кабанов в жопу их. На сей раз я прибежал сюда сразу, и этого сталкера что-то нету. Опять задание со звероломи отменяется. Да иди к черту, Сидорович, всем уже пофиг на твое задание со звероёбами. Так, ну где-то в той стороне должен быть артефакт, в тех камнях. А, сыр, я вижу, там что-то сверкает. Или мне кажется, или я в глаза долблюсь. Но в любом случае, надо подойти поближе. Давайте взберемся на вот это повальное дерево, и отсюда уже расстреляем всех мутантов, которых видим. А, ну сначала я заряжусь. Так, вроде расстрелял, тушканы разбежались. А, вон, нет, последний кабан остался. Давай, сейчас я тебя... Давай, подходи поближе. Готово, всё, всех развалил. Лутать я их не буду опять, потому что у меня антирадов нету, а радиацию они излучают жёсткую. Так, чё там дальше? Там опять кабаны, что ли? Надеюсь, что... А, это плоти. Ну, плоти на самом деле менее опасны, чем кабаны. Тем более, то, что плотик тут всего-всего ничего. Одна, если бы точнее... И тушканчик ей составляет компанию. Вон он артефакт. Да, вы были правы. Тут также кастрик, можно сохраниться. Но я лучше плоти. Тупо взял и не зарядил обрез. Кек. Ну, давай, давай. По лицу твоему мерзкому. Повернись, повернись на меня, скотина. Скотина жирная. Ай-яй-яй, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Он срехромает. Да, и действительно надо... В её мерзкую рожу стрелять. По-другому как бы и никак. О, а как? Как ты это сделала? Не, ну тут я отгружаться уже не хочу, по-любому. Я хочу, это, ну... Дожить свои деньки жалкие, да? А, она меня опять куснула. Вот, да, крутые плоти в этом моде за километра бьют своей лапой этой обоссанной. А, несмотря на то, что ты на камне, да, шикарно. И опять я заново весь этот зоопарк убиваю. Да уж, весело. Остались только те вонючие плоти, которые в прошлый раз меня нахлобучили. Так, в этот раз я вообще на самый пик забрался. На, минус кабан. И плоти сейчас будем отсюда разваливать. Тут-то вы меня уж точно не достанете, твари. Так, все, остались две плоти. Вон он артефакт. Да, действительно, сейчас мы его подберем. Постой, как с плотями разберемся. Ну, не знаю, плотям, опять же, в рожу надо стрелять. Но я с камня никак не смогу стрелять им в рожу. Поэтому я хз, что делать? Капец, они кабана насилуют. Смотри, плоти, я понимаю, у вас недостаток мужского внимания. Но все равно, это же не повод к кабанам мертвым приставать. Или мертвый кабан еще 10 минут кабан, не знаю. О, смотри, одна уже хромает. Все, смерть. А вторая сваливает. И правильно делает, между прочим. Потому что тебя ждет та же самая участь, тварь. Так, кабанов я опять же не хочу лутать. А вот тебя я бы залутал. Блин, ну кабаны фонят, черт возьми. А, можно, кстати, аккуратно подойти. Два копыта снялся, с одном кабана, прикинь. Можно аккуратно подойти и залутать, и не получить радиации. Ну, слушайте, я не знал. Я думал, обязательно надо хапать радиацию, как додик. Окей, вот у нас артефакт. Давайте аккуратненько его. Так. Отлично. Я его подобрал или нет? Ну, вроде он исчез, смотрите. Вот, его здесь нету. Значит, я его подобрал, верно? Чекаем инвентарь. Я его подобрал. Он почему-то иногда не подбирается с первого раза. Радиация минус 20, электрошип минус 20, но зато выносится с плюс 73. В принципе, хороший артефакт. Но, разве что, либо на продажу, либо на квесты. Кстати, он на второго уровня. Вот это очень жестко. Если мы найдем еще один артефакт уровня, можно будет обменять ружье у Чиста Небовца на кордоне. И он же, по-моему, мне потом даст переход на болото. Но я не знаю, это обязательно сдавать ему ружье для перехода на болото или нет? Ну, короче, идем к следующему артефакту. Перед этим сохранимся, но, чувствую, у меня не получится, потому что дождь... Да, это очень плохо. Нам нужен костер в закрытом помещении. Хотя, в принципе, что там грузовика смерти боятся? Около него лишь собачки бегают, да и все. А внутри тут есть костер, интересно? Внутри кастрика нет. Так вот, он за него собачки бегает, а у меня-то, в принципе, этот артефакт, который отпугивает собак. Они меня не атакуют, поэтому... Ну, можно попробовать гонять так, без сохранения. Вон, я уже вижу, сверкает наша блестяшка. Так, тут радиация. Надо быть мега аккуратным. Давай, быстро, 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 быстро. Подобрал? Не знаю, подобрал или нет, но я валю. Давай, 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 ползи, ползи отсюда нахер. А, так, 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 так. Я выполз. Отлично. И быстро, быстро, быстро. Водка, 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 пиво, водка, пиво. Под конец корпоратива. Под восточные мотивы. Сейчас отъеду нахер, как дебил. Давай к забору прижмёмся. Не знаю, зачем просто так. А, я сейчас скажу, если так, отъеду. Аптечка, выручай. Аптечка, аптечка, аптечка. Так, аптечка. Смотри, 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 как мигает здоровье. Бл***ь, ясно. Я забрал заново тот артефакт. На сервис я никого не убивал там. Я просто... Ну, я пострелял чуть-чуть, да. Но, в целом, я просто постарался пробежать. У меня, в целом, это вышло. Но меня чуть не грохнули пару раз. И, короче, надо возвращаться к Сидору. По-любому закупать антирады, либо ещё что-нибудь. Потому что тот артефакт я без антирадов не возьму никак. Так, ну чё, может, примешь моё топливо? Да ты гонишь. Боже, чувак, да принимай уже, ты запарил. Хернёй страдать не кончилось, не кончилось. Какая разница? Тебе что, запаса мне надо? Тебе ещё и мои две тысячи в залоге. Вообще не честно. Мне также писали то, что Кузнецов с мудаком меняется каждые три дня. Поэтому придётся ждать. Я пока свободен, может, работа? Нет, работы у Сидора нету для нас. И антирадов у Сидора тоже для нас нету. А вот это уже беда, кстати. Да ещё какая? Да уж, кстати, у меня есть КПКшники. Давай проверим быстренько их на наличие тайничков. Возможно, там что-то добудет. Так, батарея разряжена. Батарея разряжена. И батарея разряжена. Всё разряжено. Очень жаль. Давай тогда в нычку. И бенц, наверное, тоже. Потому что с собой его тягаю. Нафиг оно надо. Артефакт сюда же, наверное, складём. И чё, и всё. Бинтик можно взять по приколу с собой. Да, Сидор, вот это подстава. Сейчас бы не иметь антирад в наличии. Так, кстати, очень мега важная подсказка. В домике, где стоит волк. То есть вот он тут стоит. Тут есть консерва халявная. Кек. Да, важный тайник очень, между прочим. Поэтому вот, не забудьте. Чё делать-то? Чё, мать его, делать? На свалку переть? В таком виде? Так у меня ж ни снаряги, ни хрена. Эх, не знаю, пацаны, не знаю. Делать мне нечего. Пойдём спать. Может быть я просплюсь, и этот додик наконец-таки возьмёт у меня топливо. Что-то не хочется спать, да? Ты уверен? А, вот так. А вот так хочется. А чё за звуки? Будто, не знаю, у меня кто-то снаряжение стырил. Надеюсь, у меня снаряжение никто не стырил. Не знаю. Ну, вроде нет. Ладно. Сколько время? Время 14.40. Дождя нет. Интересно, это я на следующий день проснулся или как? У него консервы можно купить. А, блин, подожди, пойдём сходим за канистрой. Так, канистрочка. Чё, Сидорыч, как дела? Может, у тебя антирады появились? Да не, вряд ли. Ну вот, топливо. Да ты рофлишь. Ты бесишь. А, когда же ты примешь у меня это сраное топливо? Кстати, и чисто небоис куда-то пропал. И чё, и где он? Да, всё не стало богу складывается. Короче, мне похер, я пошёл на свалку и не волнует. Как, что там будет. Как будет, так будет. Всё, до свидания. Итак, я на свалке. А, тут всё ещё сидят эти геи. Не знаю, что они тут внюхивают. Пацаны, что вы тут делаете? О, и сталкер какой-то сидит. Не напрягайся. Интересно, пацаны. Слушайте, антирад какой-нибудь есть? Антирад. Нет, нету. Так, про козла квест. Я не знаю, но... Вспоминание. Что-то мелькнуло. Голове вспомнилось или так показалось? Надо бы записать, а вдруг опять забудется. Ничего не понял. Кого? Кто вспомнился? О детстве. Ясно. Я не хочу даже читать. Да и квест брать на козла у него тоже как-то не хочется. Ой, а шо, всё? Беса убили? А, и крыска у него в очке ковыряется. Бес. Ля! Автоматик-то какой. Правда, он покоцанный сильно, но... Ладно. Да, беса убили такие. Жалко. Для признания, с честным, мне всё равно. Но, блин, я не хочу его автомат брать, потому что он в херовом состоянии. Пусть кто-нибудь другой возьмёт. А чё это тут за сталкеров гуляет? Вот если ты тут гуляешь такой спокойно, то почему без вдох? Про стрелка знаешь. У меня каких-то медсредств излишек. Давай попробуем. Пяток бинтов. Поменяю на аптечку. Ой, не-не-не, иди к чёрту. Ещё один сталкерович тут, но у него ничего нет. Что у вас за стрельба была? Давай для храба себе по 50. Не-не, иди нахер. Не хочу и пить с ними. Просто бесполезная болтовня и трата водки. А шанс узнать тайник, ну, очень маленький. Тут в укромном таком местечке валяется мёртвый бандит. Витюха-жердяй. У него есть чёрная куртка. Дробь. Аптечка. И тос. Конечно же, в херовом состоянии. В каком он ещё может быть? Вы что, забыли, в какой мод мы играем? Жалко. Привет, я тут выяснил кое-что. Это кто кому вообще пишет? Ты забыл, помнишь, место, то, где через холодцы не пробраться? Так вот, у него тут один сталкер хвастался, что он знает способ, как по холодцу ходить без проблем. Говорит, на янтаре его информацией снабдили. Очень полезная переписка. Я же прямо сейчас на янтарь бегу, да? Ой-ой-ой, ливер попёр. Ну и? 20 тысяч просит за инфу. А кто это пишет? Вообще непонятно. Типа, не написано даже, что это. Ой, анонимный канал, не анонимный канал. Вот даёт. А, хорошо, я сейчас свяжусь с очкариками по тени время. Ясно. Я думал, это мне пишут, а это не мне. Ой, бляха, тихо. Блин, тут 500 бандитов, я не знаю, сложно воевать. А, сталкеры загрелись. О, сейчас будет мясо. Я за этим понаблюдаю. Конечно же, он по мне зарядил охеренно. Да, хер я пройду сейчас на агропром. Зашёл с другой стороны. И, наверное, это ошибка. Но почему бы и нет? Ну, блядь, конечно же, он попадёт последним патроном в меня перед смертью. Да, на агропром, конечно, идти у меня костюма нет с маской. Но, а чё поделать? Пока что побегаю по поверхности. Может, там чё и сообразим. Так, может, с Калаша его вообще заувнить? Да купец даже Калаш не достаёт. О, наконец-то я кончил челика сверху. Просто аллилуйя. Ещё одного кста шлёпнул. Да, ну надо как-то... Ой-ёй-ёй, Барсик, ты же не на меня, я надеюсь. Сдохни, умоляю, спасибо, сдох. Так, перебегаем из этого укрытия в другое. Тихо, в аномалию бы не попасть. Какой актив, вали, я тебе сейчас... А, и ты спать захотел. Очень вовремя, да-да-да-да, давай-давай. Позатемняй мне экран. А-а-а-а. А-а-а, блядь. Ну, конечно, вы во время боя придёте. И, конечно, именно на меня, а не на бандитов. Да-да-да. Конечно, обожаю эту игру. Так, ну я вроде перебинтовался. А последний там раненый валяется. Ну и пусть валяется. Так, аптечку. Ждём, ждём, ждём время. Ну, давай. Думаю, уже можно. Захилить же. О, всё, очнулся, очнулся там бандит. Так, сидим и не высовываемся. Так, он идёт. Троих. Вот это сейчас просто MLG было. Чё, будут ещё? Надеюсь, что нет. Так, ну здоровье вроде потихонечку пришло в норму. Блядь. Нормально. Вот это сейчас вообще тупо фортуна была. Я не знаю, как так вышло, то, что я выбрался из аномалии. Но я сделал это. КЗ, вроде бы больше челиков нет. Но я боюсь сюда идти. Меня сейчас опять затянет сюда. Захочу ружья подобрать, а в итоге, ну вот одно я хотя бы подберу уж точно. Так, руки заняты. Давай, давай. Чё у вас было? Дробь, деньги. Пистолет, патроны, деньги. У тебя чё было? Хлеб, патроны. У тебя... О, лё. Нихера у тебя говна. Сейчас зачекаем, чё мы там с тебя подобрали. Так, ружьё. Ну, конечно же, ни одного ружья в хорошем состоянии нету. О чём вы? Самых первых бандитов. Давай чекнем чёрная куртка у этого просто. А у тебя что было? КПК и деньги, и патроны. Нормально. Снайпера хреново тоже чекнуть ПДА. Ну, в принципе, всё. Больше у них ничего нету. Давайте сейчас мы быстренько вот сюда отбежим и ПДАшники их чекнем. А, у меня радиация там жрёт потихонечку. Ну, пусть жрёт. Хотя нет, не пусть. Надо что-то делать с ней. Ну, водку пить, что ли? Да боже. Я задолбался уже эту водку пить. Так, КПКшники. Отлично, есть один. Пароль Константин. Ну, конечно. Имя Константин, пароль Константин. Почему бы и нет? Кон-С-Т-Кон-С-Т-Н-С-Т-Н-Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т, я сказал. Н. Константин. Всё, вот. Так. О, и сразу схрон. Старый кран. Вот это годнота. Исходящее, исходящее. Ну, и всё. Мне, в принципе, исходящее неинтересно. Давай следующий КПК чекнем. А, он разбитый, понял. Так. На свалке схрон. А где? Очень рядом. Пойдём сходим. Тем более, что сохраниться же надо. Надеюсь, это будет годный тайник. Иначе я не знаю, что я сделаю. Так. Вот это труба, получается. Пистолет Берета и куча патронов к нему. Ну, слушай. Не сказал бы, что годный тайник. Но почему бы и нет. В принципе-то, да. Но пока что поносим с собой. Потом, когда стреляем в форт, перейдём на Берету. Да? Согласны? Узнали? Ну и всё. Идём на Агропром пока что. Понимаю. Ясно. Ну, погнали. Катсцены нету. Чистая стрельба. Вояки зажали меня во дворе. Выручайте, братцы. Ой, пацан умер. Ну, на самом деле, пока что ещё не зажали. Но скоро, я думаю, зажмут. Быстренько-быстренько. Оп. Сюда ныкаемся. И сохраняемся. А нет, не сохраняемся. Потому что тут нет места для сохранений. Минус военный. Военные через стены шьют. Круто. Почему бы и нет. Так, нахерачил военному ещё одному. Ох, что эти вояки. Взяли и зажали во дворе. Так, аккуратненько. Сейчас главное бы не отъехать. Этого я бы хотел меньше всего. Пока что не вылазим отсюда раньше времени. Или вылазим? Не знаю. Но можно попробовать. С этой стороны вроде никого больше нету. Остались там пацаны. Да, вот бы сохраниться где-нибудь тут. Или они чисто во дворе остались. Они во дворе, по-моему, чисто остались. Давай тогда... Ой-ой-ой, нет, тут радиация. Мы тут хер зайдём. Вижу, вижу, вижу. Ёпта, их там до хера. Нормально, вы толпой вылетели? Нормально, нормально. Я живой, живой. Боже, я испугался. Кто-то... Иди на... Говно полное и сохраниться негде. Лицо заткни. Ах, сейчас бы тут где-нибудь сохраниться. Так, пока они там друг друга лечат, я это... Пообыскиваю пацанов, да? Позабираю у них всё, конечно. Поступаю не очень красиво. Не помогаю своим, но мне пофиг. Главное, военных пообыскивать. У них тут очень много вкусного, может быть. Соответственно, надо не упустить момент. Калаш. Молюсь, чтобы ты был в хорошем состоянии. Ну, не знаю, на самом деле, такой себе. Дроп реально вкусный. Так, ты ещё живой, охереть. Ну, живи дальше. Тут у всех, кстати, калаши. В оригинале тут как-то у сталкеров такое разное снаряжение было. У кого-то обрезы, у кого-то калаши, у кого-то гадюки. Тут же у всех чисто калаши. Битва на калашиках. У кого-то просто укороченный, у кого-то удлинённый. Ну, не удлинённый, а дефолтный, я имею в виду. Вот тут ещё братья военные погибли. Так, вот бы мне ваши калашики в идеальном... Ну, не в идеальном, но хотя бы в хорошем состоянии. Ну, конечно. Вы же их перед смертью дубасили об землю. Так, костры. Где костры? С какой стороны нам зайти, я не знаю. Я хз, как мне воевать? Прям вот вообще не знаю. Наверное, надо вернуться в начало локации и сохраниться там мы хотя бы. Давай по фасту ещё пока там крота не угробили. Так, всё, идём. О, кстати, артефактик вижу, смотри, в траве здесь. Ля, медуза. Ух, ёпт. Как раз для шустрого мёртвого. Ха. Так, всё, вроде подобрал. Вот медузу, по-моему, надо срочно в контейнер, ибо она, мать его, фонит. Да? Я угадал, я угадал. Поэтому давай-ка ты в контейнер отправляйся, закрыть, всё, давай. Так, ну чё, вояки, воевать будем? А чё я тут один? А где эти, NPC-чники? Они что же должны помогать мне, чё не? Так, ну ждём их тут, я не знаю. Ай-яй-яй-яй-яй. Двоих завалил, а дома не завалил. Обидно. Вижу военного, а теперь он, не вижу уже. Он свалил. Блин, стрёмно, стрёмно воевать. Не хочу умирать. Последний военный остался, скорее всего. Потому что больше я никого не слышу. Ладно, рискнём. Выйдем. Вижу, вижу. Минус. Тихо. Всё? Ну, вроде всё, да, больше никого нету. И Крот перестал орать. Очень хорошо, чуваки, есть. Я справился кое-как, но я справился. Минус вояки. Ой, Крот вышел. Привет. Пока он там речи свои задвигает, я быстренько залутаю. Армейская аптечка, охереть. Быстро залутаю тут всех, да? Чё тут? Ну, Калашеев более... Ну, вот этот более-менее, но я хз, конечно. Ай, не-не-не, не более-менее. Я сомневаюсь. Я знаю то, что я, скорее всего, не найду лучше, но... Эх, не сейчас, не сейчас, короче. Давайте просто возьмём и свалим. Тут везде радиация. Фонит, жёстко, но вроде прям меня не стукает. Ну да, тут по-любому нужен костюм с маской. И, кажется, мне придётся покупать у Сидорича заново куртку. Нахер я её продал вообще? Я дудик, что ли? Сапсо. Спасибо тебе за твою помощь. В таком деле каждый ствол на счету. Это про тебя, Серый сообщил? Меченый, да? Да. Что вы с военными не поделили? Если бы знать. С отрядом, который в здании бывшего НИИ расположен, у нас негласная договорённость. Они нас не трогают. Мы их. А тут возвращались мы с Лисом и Рыжим из ходки. Уже навар прикидывали, который нам Сидор за хабар отвалит. Тут вертушка вторая. Десант высадился. Рыжий в холодец угодил. Ну и я стал на себя отвлекать десантников. Да, отвлекался. Хорошо, ребята. Это сталкеры подмогли. А что с Лисом и Рыжим случилось, даже я не знаю. Я встретил Лиса на кордоне. Он говорит, Рыжего пришлось в тоннеле оставить. Вот лекарства ему доктор сварил. Несу, может успею помочь. Ну, слава богу. Серый сказал, стрелком интересуешься? Да, он единственная ниточка к моей памяти. О стрелке легенды ходили, об его удачливости, о богатых схронах с артефактами. Многие пытались к нему в группу попасть, но слух был, что здесь в подземельях агропрома у него убежище было. Но никто и так и не нашёл. Я тоже пытался, но мне не повезло. А Серый сказал, что раскопал в уночку. Так, да, какой там... Ой-ой-ой, ясно. Выброс. Класс. Просто шедевр. И куда бежать? Укрытий, конечно же, нет. Реально не знаю, куда бежать. Внутрь? Куда ещё? Да, я знаю, сюда сейчас придёт спецназ. Ну а что поделать? Если я не скроюсь, то мне хана. О, это шоу тут сохраниться можно? Или как? Ну-ка. Не, оно просто так там висит. Что тут? Ничего. Да, я даже не знаю, где именно нужно стоять, чтобы скрыться от выброса. Ну, тут, надеюсь, подойдёт. Оу-май. Это шоу, ремонтировать? Нечего ремонтировать, нет подготовленных ремонкомплектов. А чё у меня за ремонкомплект в сумке? Это... А, чё-то нету его. Ой, пси-излучение, радиация. Ну, ясно, ясно. Конечно же, блять, выброс не вовремя нагрянет. Я ещё и сохранялся, хер знает когда. Ну, я ебал эту игру, по-другому не могу сказать. Субтитры сделал DimaTorzok